Уважаемые гости, компания Годерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена денежным средствам, то есть работе денежными средствами в бухгалтерии. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам оказалось, например, неудобное время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, в этом случае вы можете немного позже вернуться на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, возможно, вы найдете что-то для себя еще интересное. Веду сегодняшнюю встречу я, Гардышева Галина, консультант-аналитика ДНС. Программа нашей сегодняшней встречи, вы видите ее на экране, посвящена первоначальным настройкам и работе вообще с денежными средствами в бухгалтерии. Мы поговорим про банк и кассу про первоначальные настройки, как организовать работу с этим блоком, потом поговорим, как работать с контрольно-кассовой техникой и с эквайрингом. Еще поговорим про разделы кредиты, лизинги и финноотчетность, то есть это дополнительный блок, который вынесен в меню подраздела банк и касса, и поговорим про дополнительные сервисы. Итак, то есть мы с вами будем смотреть таким образом какую-то нормативную информацию и ключевые слайды мы будем с вами смотреть по слайдам, как я сейчас вам показываю, и мы будем параллельно переключаться на демо-базу и, соответственно, смотреть что-то на демо-базе, то есть трогать ручками и пытаться сделать самостоятельно то, о чем мы с вами поговорили, посмотрев слайды. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Итак, то есть у нас все настройки, которые мы делаем обычно при начале работы с программы, сосредоточены в разделе администрирования. Сейчас мы с вами снова туда переключимся в нашу демо-базу и смотрим это дело, так сказать, на ясности. Значит, у нас с вами есть настройки программы и есть раздел сервисы. Значит, первое, к чему мы должны обратиться, это раздел функциональности. Я сейчас объясню, почему. Как видите, здесь много разделов, но нас с вами будет интересовать вот этот раздел банк и касса. Но первоначально нам стоит заглянуть в раздел главное и поставить настройку функциональность полная, потому что для некоторых режимов и в разделе банк и касса, и в других разделах будет требоваться полный интерфейс. После того, как мы выбрали интерфейс, поставили полный, мы проставляем настройки, то есть вот такие вот флажки, чекбоксы в соответствии с вашими реалиями. Ну, то есть, чем вы реальностью будете пользоваться. Ну, во-первых, мы проставляем флажок статьи денежных средств. В этом случае у нас будет с вами действовать справочник статьи о движении и будет дополнительная аналитика, которую мы сможем посмотреть. Платежные карты. Ну, сейчас практически без них, наверное, очень трудно представить себе бизнес какой-то. Так что ставим флажок платежной карты. Хочу сразу договориться, то есть вот банк и касса у нас присутствуют во всех конфигурациях, которые есть и в бухгалтерии, в ERP и комплексно, ну, то есть все основные конфигурации, которые существуют. В общем-то, функциональные опции у них очень похожи, но, единственное, где-то немножко больше аналитики и так далее. В бухгалтерии практически, ну, если можно так сказать, концентрированная информация, которая без дополнительных аналитических возможностей, но позволяет быстро провести и быстро работать с кассовыми и банковскими документами, что в некоторых случаях, конечно, удобно, потому что бухгалтерам бывает не нужна аналитика, которую запрашивают экономисты и так далее. Проставляем, если у вас предполагается, что будет работать онлайн-касса, то, естественно, проставляем вот здесь вот флажок. Про онлайн-кассу мы говорим немножко подробнее, потому что здесь будут задействованы еще возможности подключения кассовой, контрольно-кассовой техники, передачи чеков онлайн и так далее. И ставим флажок онлайн-кассация. Что такое онлайн-кассация в нашем случае? Это мы понимаем так, что у нас есть договор с онлайн-кассаторской организацией, и деньги приезжают, принимает эта специализированная организация и потом передает в банк. То есть между моментом, когда деньги сынкассированы из вашей кассы, до момента, когда они поступили в банк, происходит какое-то, проходит какое-то время. Ну, мы ставим, естественно, флажок на инкассацию, потому что, к сожалению, не всегда есть возможность ее... не всегда есть возможность иметь договор с инкассаторской организацией, но какие-то сотрудники в любом случае у вас будут доставлять наличные денежные средства в банк, и, соответственно, мы флажок ставим. Денежные документы. То есть, когда мы проставляем здесь флажок, у нас появляется возможность работать со справочниками и с бланками строгой отчетности. То есть, например, квитанции, путевки, деткам путевки летом, командировочные расходы, какие-то билеты. Ну, то есть любые денежные документы, которые требуют дополнительного учета. И если у вас есть договора с вашими контрагентами, по которым вам выставляют, или вы выставляете платежные требования. В нашем случае мы ставим флажок и подразумеваем, что это у нас возможность работать с покупателями. То есть, после того, как мы с вами походили по администрированию и выставили вот эти вот настройки, мы можем с вами переходить в раздел «Банк и касса». Сейчас мы с вами вот видим интерфейс меню раздела. И здесь, обратите внимание, у нас есть раздел «Банк». Причем, по сравнению, например, с той же ИРП, в банке у нас, ну так сказать, экстракты. То есть, у нас платежные поручения, платежные требования и банковские выписки. Точно так же у нас есть раздел «Касса». И здесь уже, как вы видите, кассовые документы, авансовые отчеты, кассовая смена. То есть, это работа с онлайн-кассами и возможность ее подключить. Управление экваринговым терминалом. Поскольку экваринг – это у нас тоже, то есть, это карты, и, соответственно, практически все организации с ними работают, мы тоже на них поподробнее остановимся. И вот еще один очень интересный пункт. Его, ну вот, именно в таком виде нету, например, в ИРП, в некоторых других крупных конфигурациях. То есть, инвентаризация кассы очень удобный вот для данного раздела формат, и тоже мы на нем остановимся. И у нас есть раздел «Онлайн-касса». То есть, это то, о чем мы сегодня тоже поговорим поподробнее. А начнем мы с вами, начнем мы с вами с того, что мы снова вернемся к нашим слайдикам. И вот я вам сейчас на слайдиках показываю то, что мы только что с вами на демо-базе проделали. То есть, мы с вами заходили в раздел «Администрирование», настраивали функциональность программы, настраивали раздел «Банк и касса», то есть, отмечали флажочками то, что у нас будет использоваться. И обратите внимание, то есть, несколько разделов, например, «Денежные документы», «Платежные требования» у нас просят полный интерфейс. Вот для чего мы с вами первоначально заходили в раздел «Главное». Мы с вами это все сделали, проставили флажочки, чекбоксы и перешли в раздел «Банк». То есть, вот выделены красным основные блоки, с которыми мы сегодня с вами будем иметь дело и про которые я уже чуть-чуть рассказала. И теперь у нас с вами на очереди вопрос про денежные документы. Поскольку он встречается не так часто, мы про него сейчас быстренько поговорим и с удовольствием пойдем дальше. То есть, уже на привычные нам банковские операции, кассовые операции и так далее. Я снова переключаюсь с вами на демобазу и денежные документы. Это у нас вот этот раздел. То есть, здесь на самом деле, в общем-то, у нас рабочее место. Это мы попадаем в журнал операций. И это у нас здесь достаточно интуитивно понятная ситуация. То есть, мы выбираем контрагента, либо подотчетное лицо. Ну, естественно, мы выбираем какую-то организацию, от имени которой мы будем работать. Ну, например, вот так простая. Обратите внимание, что до тех пор, пока я не выбрала какую-то организацию, чекбокс у меня здесь не проставлен. Если я уже выбрала что-то из списка, который у меня есть, то есть, это мои юридические лица, с которыми я работаю, то, соответственно, и чекбокс проставляется. Можно делать и по-другому. То есть, например, я вот эту вот запись убрала, но чекбокс у меня остался стоять. То есть, у меня в этом случае программа запросит, чтобы я выбрала. Если флажка не стоит, то, значит, я буду видеть журнал документов по всем моим юридическим лицам. И хочу еще обратить внимание на одну очень, в общем-то, удобную функцию. Это у нас есть кнопочка «Еще». И сюда вынесены, как бы, дополнительные возможности и функции. И самое последнее у нас вот здесь справочка. И справочка, в общем-то, контекстная. То есть, она показывает именно то, где вы сейчас находитесь. То есть, не просто справку по программе, в общем, о полетах в космос, а именно по конкретному разделу и его функциям. Снова возвращаемся с вами в меню «Банк и касса». То есть, здесь мы добавляем, соответственно, новые поступления, если у нас появляются. Ну, и если мы использовали денежный документ, то, соответственно, мы через кнопочку «Выдача» должны оформить этот документ. А сейчас мы с вами снова вернемся к слайдам и к настройкам. И поговорим вот о чем. То есть, в принципе, во всех разделах, где требуются либо какие-то настройки, либо если программа обращается с запросом к какому-то другому разделу, то, естественно, выскакивают вот такие предупреждения. То есть, если я пошла в этот раздел, но я хочу задать какой-то документ, например, с кассой хочу открыть кассу, но сама касса, то есть у меня активирована функция онлайн-кассы, но саму кассу я еще не подключила. То, соответственно, программа мне выдаст вот такое предупреждение. И с комментариями, то есть, куда мне сбегать и чего сделать, чего включить для того, чтобы у меня функционал, который предусмотрен, мог спокойно работать и, соответственно, выполнять нужные функции. Следующий момент, который мы с вами обсудим, это банковские счета. То есть, в принципе, банковские счета, это, конечно, основной денежный документ, точнее, не денежный документ, это основной раздел, с которым работают абсолютно все организации. И для того, чтобы его настроить еще, как бы, более точно под вашу организацию, требуется еще дополнительно несколько действий. Ну, во-первых, необходимо подгрузить справочники валют, справочники банков. Сейчас мы с вами переключимся на базу. Вот, то есть, когда мы с вами... Это мы сейчас закроем, это нам уже не нужно. То есть, когда мы с вами начинаем работать, у нас стоит задача, ну, во-первых, активировать нужные функции, а во-вторых, настроить справочники, к которым мы будем обращаться. И, соответственно, в нашем случае при работе с банками, это справочник классификатор банков и классификатор валют. Но, поскольку у нас программа уже, как бы, подразумевает, что это настроено, то здесь есть такая тонкость. Обратите внимание, что у меня сейчас, вы видите, журнал банковских выписок. Про строение журнала мы сейчас поговорим. Но когда мы задаем какого-то контрагента, то есть, соответственно, мы заполняем справочник контрагента и карточку контрагента, в которой указаны основные сведения про этого нашего партнера. Если это российские организации, то здесь, в принципе, все стандартно. Мы задаем банковские счета, то есть реквизиты для оплаты, и работаем по привычной схеме. То есть, получили документ, например, счет, и оплачиваем ее. Или получили какой-то другой документ, по которому мы хотим произвести расчеты, выполнили. Если у нас иностранное юридическое лицо, ну, сейчас, как вы знаете, с иностранными юридическими большая проблема, потому что санкции. Но, тем не менее, сейчас в большинстве иностранных организаций используются счета в формате ИБАН. Что это такое? То есть, это счет, длина которого больше, чем привычные нам 20 знаков, и плюс они содержат еще буквенное обозначение. Собственно говоря, там зашифрована страна, и потом код, и потом уже сам номер счета. А как нам задать реквизиты для того, чтобы у нас была возможность работать с этими инструментами? То есть, соответственно, когда мы создаем карточку контрагента, в моем случае это плательщик, вот Sweet Dreams, сладкие мечты, мы заполняем карточку контрагента, которой задаем основные параметры. Ну, у меня тут, как вы видите, небольшой панамский офшор. Но, тем не менее, соответственно, ИНН в привычном значении у нас нет. Если, например, вы работаете с литовскими или с прибалтийскими государствами, то у вас будет налоговый номер. Соответственно, чем полнее вы заполните информацию, та, которая у вас есть, тем вы себе в дальнейшем облегчите жизнь, потому что не надо будет в режиме ручного редактирования вносить эти данные уже в каких-то конкретных документах, а заполняете всю информацию, потом она подтягивается и в отчетность, и во многие другие документы. Итак, у нас с вами стоит задача основной банковский счет заполнить. Видите, есть вот такое напоминание, которое поясняет, то есть если мы здесь вводим BIG, то, соответственно, у нас номер счета становится российским, то есть 20 знаков. Если мы вводим другую информацию, то есть, например, SWIFT, то в этом случае у нас будет уже формат счета изменен на международный, то есть у нас будет уже ибановская система, то есть ничего такого здесь не надо особенно делать. Если я вот сейчас по выбору пытаюсь что-то подобрать, у меня нет справочников иностранных государств, у меня есть, к сожалению, только российские организации, но тем не менее вы вводите сюда реквизиты вашего партнера иностранного. Ну и, соответственно, вот здесь у вас уже будет возможность ввести номер в формате IBAN. Адреса телефона, ну то есть, соответственно, регистрационные данные вы заполняете вот в этом разделе, то есть контактные сведения. Обратите внимание на e-mail, потому что во многих документах при работе с иностранными партнерами требуются указания телефонов. То есть мы можем по кнопочке добавить сюда, если, допустим, телефонов несколько. И у нас здесь еще есть с вами раздел дополнительной информации. Сюда мы можем записать какие-то напоминания для себя, то есть дополнительная информация не высвечивается ни в документах, ни где-то дополнительно. Ну если, конечно, мы сами не хотим задать такую возможность. То есть мы заполнили с вами карточку. И у нас здесь есть, как вы видите, еще линейка меню. То есть это гиперссылки, по которым мы с вами проваливаемся. Например, ваш контрагент открыл счет в новом банке. То есть, соответственно, мы можем заполнить. И здесь мы с вами попадаем снова в меню редактирования банковского счета. То есть мы открываем справочник банков. И проверяем ту информацию, которая у нас имеется. Есть еще вот такая гиперссылка. То есть настройка платежных поручений и требований. В этом случае чаще всего здесь мы настраиваем, в каком случае мы указываем КПП контрагента. Но, естественно, это не для индивидуальных предпринимателей, у которых нету КПП. То есть мы ставим, что, например, вот такие-то сведения мы хотим, чтобы отражались платежным поручением. То есть, соответственно, в этом случае у нас будет для этого контрагента уже шаблон, так сказать, закрыт. Но вот здесь что нужно сказать. В принципе, кто давно работает с конфигурациями, с бухгалтерией, с другими, например, с валютными платежами, то помнит, что еще не так давно на самом деле валютный контроль и работа с валютными документами заключалась только в том, что из банков приходили выписки, и выписки загружались в конфигурацию. То есть из конфигурации для валютного контроля ничего нельзя было, практически ничего нельзя было заполнить, потому что у каждого банка были собственные шаблоны, собственные формы документов. Что payment order, что справки о подтверждающих документах, то есть документы, которые мы готовили для валютного контроля, обычно в сторонних приложениях, ну, чаще всего в URTX, конечно. Сейчас ситуация немножко улучшилась, то есть унифицированные формы бланков валютного контроля и с крупными банками, например, со Сбербанком. Сейчас работает обмен, который позволяет сразу в программе сформировать документы для валютного контроля. Ну, поскольку раньше такой информации не было, то то, что есть сейчас, мы уже воспринимаем как счастье. Снова переключимся на наши слайдики и посмотрим, вот, то есть это то, что мы только что с вами проговорили на примере демо-базы, то есть мы вводим информацию по, например, если это иностранный счет с ИФТу, и работаем уже с ибановской кодировкой, когда указывается больше знаков. Так, теперь переходим немножко дальше, и теперь немножко теории. Ну, собственно, те, кто работал с валютным контролем, знают, что мы составляем справку о валютных операциях, вводим вид договора с контрагентом, в этом случае у нас контрагент не резидент, и формируем, если мы осуществляем валютный платеж, формируем справки о валютных операциях, то есть это у нас будет и покупка валюты, и перечисление, то есть payment order, как это обычно звучит в контрактах или в валютных выписках. Большим неудобством было то, что практически информацию по, например, если у нас контракт, по которому оформлен паспорт сделки, то практически сличить состояние расчетов, которое есть в отделе валютного контроля в банке, с вашей информацией практически неудобно, потому что если, например, вы забыли подать какой-то из документов, сопровождающих сделку для валютного контроля, то есть не подали справку, например, о валютных операциях, в этом случае банк просто не пропустит вас в платеж. Хуже ситуация обстоит, если вы не подали справку о подтверждающих документах, то есть, например, о декларациях или если это услуги, касается услуг, то акты, в этом случае вы нарываетесь еще и на штрафы. Ну вот, допустим, сейчас с банками ВТБ, Сбербанк, такая возможность есть, мы формируем эти документы в программе и можем проверить состояние расчетов по паспорту сделки. Справка о подтверждающих документах это вот как раз-таки самый такой, наверное, взрывоопасный документ для бухгалтерии, потому что установлены жесткие сроки обычно, ну вы знаете, что, например, для актов это один срок, для предоставления КТТшек это немножко другой срок, потому что сейчас работает прямой обмен с таможней, то есть банки запрашивают, точнее, получают информацию от таможенных органов о декларациях, которые вы получили, то есть декларации у нас сопровождают движение товароматериальных ценностей через границу, но, соответственно, акты, это у нас услуги, работы и так далее. То есть, соответственно, к сожалению, вот работа с валютным контролем все-таки еще у нас содержит много ручной, так сказать, работы. И если мы начали с вами работать, например, мы можем ввести ГТД, где структурированные поля заполнить, все как бы красиво, то для актов, к сожалению, приходится все-таки формировать акты вручную. Теперь перейдем с вами к кассе. А, еще один момент, вот какой. То есть мы с вами в разделе банк, вот у нас здесь раздел банк, значит, можем создавать, естественно, платежные поручения. Платежные требования мы сейчас не будем рассматривать, потому что это более редкие документы, редко встречающиеся документы. А вот банковские выписки у нас имеют несколько очень интересных особенностей. В принципе, вот сейчас вы видите журнал с выписками. Естественно, мы их загружаем. Очень редко встречается, что люди вручную вносят, но тем не менее. Если у нас есть потребность внести вручную, ну, мы там, например, сделали одну платежку за полгода, то мы можем использовать кнопочки поступления и списания. То есть, естественно, поступление заносится, документы, по которым поступили деньги, и списание, соответственно, кому мы заплатили. Чаще всего используется кнопка «Загрузить», то есть, когда мы из клиент-банка выгружаем файл в формате 1С и потом подтягиваем его себе в программу. В обычной жизни, когда мы используем кнопку «Загрузить», то у нас сразу появляется возможность выбрать файл, который мы получили из банка, то есть, куда настроен обмен с клиент-банком, то есть, файл выгружен из клиент-банка. После этого мы нажимаем «Открыть» и практически на этом работа бухгалтера заканчивается, потому что файл автоматически подтягивается, и потом мы можем только проконтролировать, что, например, все у нас разнеслось верно, нигде у нас нету дубли и так далее. И, соответственно, у нас есть кнопочка «Дебит-кредит». То есть, особенности конфигурации бухгалтерия – это то, что каждый документ сразу рождает проводки. То есть, у нас к контрагентам, к номенклатуре привязаны счета учета, и мы видим проводки сразу. Например, при работе с ERP у нас проводки формируются уже только когда документы проходят отражение в регламентированном учете, то есть, чаще всего по концу месяца. И это бывает очень непривычно для бухгалтеров, которые переходят с конфигурации, например, бухгалтерия, на конфигурацию ERP. Несмотря на то, что основные функции всех банковских, кассовых документов, в общем-то, где-то идентично, где-то очень похоже. Ну и, соответственно, видите, если мы создаем, например, платежку на основании счета, то мы можем на закладке оплаты счетов просмотреть, что мы оплатили. То есть, естественно, счетов может быть не один, а несколько, когда мы делаем одну платежку на несколько счетов. По кнопке «Реестр документов» есть возможность выбрать за какой-то период, например, все платежные документы, которые у нас были. Обычно такая функция используется, когда необходимо сформировать какую-то отчетность для руководителей, либо мы создали документы, банковские платежки, например, и нам надо, чтобы шеф подписал, то есть руководитель подписал, что да, мы это все оплачиваем. Так, это мы сейчас закроем. Что еще у нас есть в выписке? Какая еще у нас здесь есть интересная функция? Как обычно, во всех документах у нас есть возможность посмотреть иерархический список, то есть структуру подчинения. В этом случае у нас, видите, указывается счет. На основании счета, допустим, составлен договор, и потом поступили денежные средства нашего контрагента. Напомню еще раз, у нас во всех документах есть две справки, то есть вопросительный знак, который... Сейчас вернемся к нашей... Вопросительный знак, который был у нас отдельно вынесен. Например, вот я вошла в документ, и здесь у нас появляется еще один вот такой вот кнопочка «Вопросительный знак». А еще у нас есть по кнопке «Еще дополнительные функции». И здесь у нас тоже есть справка, но в этом случае вот эта справка уже контекстная, касательно самого документа. А справка, которая у нас вынесена в отдельную пиктограммку, это справка, которая касается правил работы с документом, то есть как его составить, какие получить. Какие можно дополнительные получили справочные материалы. И, ну, то есть более общие, если можно так сказать. Сейчас мы это закроем. Так, поступление денежных средств нам больше пока не нужно. Так. И, значит, когда мы с вами настроили банки, то есть мы загрузили справочник банков, справочник валют и так далее, то есть у нас в этом случае блок банки мы заполнили. Но у нас остается еще касса. То есть здесь нужно вот про что сказать. Когда мы настраиваем кассу, мы должны с вами обязательно учитывать структуру вашей организации. А если вы вдруг забыли где-то, что это, то мы можем через меню администрирования выбрать, например, функциональность программы и проверить, какие кассовые у нас существуют подразделения, например, касса магазина номер один, касса склада и так далее. Ну и, соответственно, какие расчетные счета, чаще всего их бывает несколько, у нас имеет, собственно, организация. То есть мы с вами настраиваем главную кассу. Здесь важно определить, как у нас организована работа с кассовым хозяйством. То есть у нас может быть главная касса организации. Если вы занимаетесь торговлей, розничной, например, продажей, то главная касса в этом случае в обязательном порядке должна быть, потому что, допустим, если вы оформляете возврат покупателю, ну, то есть какие-то операции проходят только через главную кассу. Ну и, соответственно, работа с подотчетниками, когда у вас люди едут в командировку, тоже происходит через главную кассу. А если вы занимаетесь розницей, то, соответственно, у вас могут быть кассовые аппараты. То есть в этом случае у нас будет с вами задействован режим онлайн-касса и, собственно говоря, какая-то контрольно-кассовая техника, которая должна быть подключена для того, чтобы работа в онлайне. После того, как мы установили структуру, то есть, например, у нас есть главная касса и есть операционная касса торгового зала, там операционная касса, ну, я не знаю, какого-нибудь склада, если склад еще дополнительно занимается продажами. То есть после того, как мы проверили подключение кассовой техники, я намерена на этом не застрять, так сказать, внимание, потому что подключением кассовой техники лучше, чтобы занимался все-таки специалист, который поставщик вашей кассовой техники, либо IT-специалист, который уже более, скажем так, направленным, знаком с тем, что можно подключать, как подключаются сервера и так далее. Мы со стороны пользователей, например, видим, что у нас созданы все кассы, то есть есть главная касса, по которой составляется кассовая книга, есть операционная касса, ну, то есть у нас все в порядке со структурой. Как мы в этом случае начинаем работать? То есть, естественно, утро у нас начинается с открытия кассовой смены. У нас есть рабочее место, кассовая смена. В этом случае, ну, естественно, мы создаем название рабочего места и выбираем кассу, которая у нас должна быть прикреплена к этому рабочему месту. И делаем уже нормально записи для начала работы. Это немножко перескочило. Теперь, что такое экваринговый терминал? То есть, на самом деле, экваринговый терминал это терминал для работы с картами. И если мы переходим, то есть, видите, у нас рабочее место управления экваринговым терминалом. То есть, у нас здесь есть основные операции, которые происходят, и дополнительные. Ну, чаще всего в этом случае у нас задача просто синхронизировать справочники и правильно организовать порядок работы. То есть, когда начинается кассовая смена, кассир запускает кассовое оборудование, делает начало рабочего дня, и, соответственно, когда вам приходит покупатель, он просто оплачивает банковской картой и, соответственно, получает чек. А здесь есть вот какой интересный момент. Сейчас мы вернемся к нашим слайдам. Так. То есть, после того, как клиент, соответственно, производит оплату, то есть, либо вставляет карту, либо прикладывает, то есть, есть разные варианты экваринговых терминалов. И когда кассир завершает операцию, он обязан выдать покупателю чек. Часто возникает такой очень интересный вопрос, а можно ли при, допустим, интернет-торговле у нас есть экваринговый аппарат без кассового аппарата, поскольку, работать без кассового аппарата, поскольку это дистанционная продажа, мы не видим покупателей, и кому мы тогда в таком случае должны выдавать чек. Так вот, использование интернет-экваринга без контрольно-кассовой техники это очень грубое нарушение законодательства. И за это предусмотрены большие штрафы. Для юридических лиц это от 3 четвертых до полной суммы расчета, но при этом штраф должен быть не менее, обратите внимание, 30 тысяч рублей. Для предпринимателей эта сумма немного меньше, это до 10 тысяч, от 10 тысяч рублей, но тем не менее. То есть практически не предоставление чека является очень серьезным нарушением правил работы с денежной наличностью. На самом деле работа с экваринговыми аппаратами тоже не так давно, нельзя сказать, что доисторические времена, но тем не менее, когда выясняли определение, что является розничной торговлей, что является оптовой торговлей, возникали большие дебаты, потому что с одной стороны вроде бы экваринговая торговля, это торговля, когда мы не знаем, кто купил, то есть может быть это физическое лицо человек, может быть это эпист, и как в этом случае считать, относится к этой розничной торговле или нет. Но во всяком случае, вот последние, ну, наверное, уже лет 5, эти дебаты прекращены, поскольку торговля через экваринг приравнена к розничной торговле, и соответственно все правила, которые касаются работы с денежной наличностью, касаются и этих операций. Теперь поговорим еще немножко о дополнительных функциях. Переходим на нашу темо-базу. То есть у нас есть работа с экваринговыми терминалами, и здесь нужно учитывать вот какую тонкость. Очень многое зависит от того, с каким экваринговым оператором вы работаете, то есть кому на самом деле принадлежат экваринговый аппарат. Есть ситуации, когда вы, например, купили экваринговый аппарат, и в этом случае уже от банка зависит, как он принимает платежи по экварингу. То есть может быть ситуация, когда у вас по экварингу приходит выписка о том, что зачислена всего такая-то сумма, в том числе комиссия банка за экваринг стокота. Обычно комиссия банка может быть в пределах 0,8, 1, там 1,9, если это дорогой экварин. И в этом случае, соответственно, вам приходит выписка, в которой так и написано. Выручка по экварингу стокота, комиссия банка стокота. Может быть ситуация, когда банк присылает вам два раздельных, издельных уведомлений о том, что получена выручка стокота, и выручка за экваринговые услуги удержана стокота. То есть в этом случае нужно быть внимательным, и, собственно, здесь опасность заключается в том, чтобы вы комиссию за экваринг не исключили из выручки, иначе у вас будет занижение налогооблагаемой базы. Ну, собственно говоря, онлайн-касса в нашем случае отличается только тем, что сейчас можно онлайн-кассы арендовать, например, у того же Сбербанка, и о том, что у нее больше функций, чем у обычных кассовых аппаратов, то есть она позволяет, например, работать с прослеживаемыми товарами и так далее. Собственно говоря, сам механизм работы с экваринговыми и с онлайн-кассами ничем особым не отличается. Снова вернемся к нашим слайдам, и теперь у нас поговорим про дополнительные сервисы. То есть, в принципе, наверное, многие уже сталкивались с сервисом Директ Банк. То есть в этом случае обмен идет не через дополнительного оператора, а напрямую с банком. И, соответственно, этот обмен происходит напрямую из 1С. В общем-то, это удобно при большом количестве платежей, потому что не надо делать лишних движений по поводу выгрузки файлов и так далее. Потом обратное их подтягивание из полученных файлов от банка и так далее. Но работают на Директ Банке сейчас не все банки. То есть есть список, мы посмотрим его немножко позже, есть список банков, которые поддерживают эту систему, то есть работают с Директ Банком. Сейчас этих банков около 50. Ну и, естественно, все наши ведущие банки. Особенно с учетом того, что в последние годы была достаточно серьезная чистка банков, так сказать, то нужно смотреть при принятии решения, с каким банком вы будете работать, где вы будете открывать счет, возможности работы с Директ Банком. А потому что на самом деле, когда много платежей, эта система очень сильно помогает и очень сильно экономит время. Ну, во всяком случае, время исполнителей, так это точно. И еще один сервис, про который мы чуть-чуть поговорим, это сервис 1С Финотчетность. То есть это уже, так сказать, не первичные документы, но, тем не менее, это очень удобный сервис, особенно если ваше предприятие имеет какие-то кредиты или какие-то другие кредитные проекты в банках, то вот в этом случае эта отчетность очень полезна. Чем она полезна? То есть она работает не только в бухгалтерии, это и в других конфигурациях реализовано, ну, в частности, ERP, комплексная, ну, и с бухгалтерией тоже. То есть это, собственно говоря, когда мы подключаем этот сервис, у нас позволяет система работать напрямую с программы, получать те данные, которые необходимы, и напрямую с банком обмениваться такими данными. Во-первых, это быстрее обрабатываются в выписке, а во-вторых, это дополнительная информация, которую обычно банки запрашивают в организации, например, когда заключают кредитные договора или, ну, то есть при каких-то заключениях финансовых именно инструментов. Обычно формирование отчетности, ее копирование, распечатывание, заверение о копии занимает достаточно много времени. А когда мы используем, например, одиннадцатую отчетность, то мы можем не только сэкономить на времени, потому что мы можем задать перечень документов, которые у нас запросил банк, и в нужный срок у нас программа формирует пакет документов, который должен быть отправлен в кредитную, например, организацию. Снова переключимся с вами на нашу демо-базу, и вот поговорим об этом интересном блоке финансы. Значит, здесь у нас вынесены кредиты, лизинг и финотчетность. Ну, наверное, вы слышали, что у нас с 22-го года применяется новая ФСБУ, то есть это стандарт финансовых, федеральный стандарт бухгалтерского учета, который устанавливает определенные требования для работы с лизингом. То есть это ФСБУ 25, номер 25, 20-18, которая установила эти требования. И, соответственно, для того, чтобы соответствовать этим требованиям, вынесена в отдельный раздел операция 1С лизинг. Точнее, сервис, неправильно сказала, извините. Почему я не трогаю кредит? Потому что там, в принципе, достаточно понятный и интерфейс, и это уже очень давно обкатанный вариант. А вот с лизингом, поскольку были новые изменения, то немножко все не так очевидно. Значит, когда мы с вами выбираем, когда мы с вами выбираем раздел лизинг, то есть переходим в рабочее место лизинг, у нас открывается вот такой журнал документов, и по кнопочке создать мы переходим вот в такой режим. То есть режим, в принципе, как вы видите, во-первых, очень наглядный, а во-вторых, достаточно интуитивно понятный, потому что вот я на экран вывела вам специально сообщение, которое возникает, когда я что-то накосячила в программе или что-то не заполнила. То есть вот видите, я дошла до пункта отчетность, который я должна предоставить в организацию финансовую, то есть в банк, но у меня нету в программе не заполнено вот таких вот отчетов. И поэтому, то есть обычную свою бухгалтерскую отчетность, ну, я или не сделала, или не сделала, например, вручную, сдала вручную, а в программу не внесла. То есть программа мне будет ругаться, выдавать предупреждение о том, какие действия мне надо сделать, чтобы это все дальше было корректно построено. Ну, вот если мы сейчас закроем наши ошибки, то, значит, как вы видите, здесь даже маршрутная карта изображена, то есть когда мы только начали действовать, когда мы сформировали комплект документов, которые мы должны предоставить, и, собственно говоря, двигаемся дальше. То есть, видите, у меня здесь появились поля с красным подчеркиванием, это значит, поля обязательные для заполнения, ну, и предполагается, что вот в этом разделе у меня должна быть бухгалтерская отчетность, которую я формирую специально, ну, то есть не конкретно для банка, но если, например, я сдаю квартальную отчетность, то здесь это уже будет именно по требованию банка, потому что баланс мы сдаем, ну, скажем так, не все сдают его помесячно, полуквартально и так далее. Так, это мы сейчас закроем. Ну, соответственно, я заполнила вот те отчеты, которые мне должны, если я, например, ну, два раза, видите, написала, то я могу лишнюю строку, естественно, убрать из этого перечня. И дальше я двигаюсь по кнопочке «Далее», то есть, чтобы вы, не дай бог, не перепутали автобус, на который вам надо сесть, просто используем кнопочку «Далее». Так, нет, нам это не надо. То есть, достаточно наглядно построен весь блок. Еще раз сюда переключимся. И вот теперь у нас остался блок 1С фин.отчетность. Значит, про лизинг что нужно сказать? Вот здесь вот, пожалуйста, обращайте внимание, какой у вас договор. То есть, мы про лизинг вносим договор лизинга, вносим график платежей и, естественно, в последующем по этому графику формируем платежное поручение. И здесь сейчас большую роль играет, как будет оформлен окончательный выкуп вашего лизингового средства, то есть, лизингового объекта. То есть, входит выкупная цена в сумму договора или на нее составляется отдельный договор. Так, снова возвращаемся в банк. И 1С фин.отчетность. Здесь не так красочно, как с лизингом, но, тем не менее, обратите внимание, здесь есть возможность посмотреть видеоролики и статьи, потому что, на самом деле, сервис очень интересный, но достаточно сложный. Поэтому, если вы в чем-то сомневаетесь, то можно использовать вот эти материалы. На самом деле, мы можем сформировать либо по всем организациям, либо по одной организации. Ну, собственно говоря, здесь задача, во-первых, проверить актуальное состояние, если не в актуальном состоянии, то обновить и настроить отчетность, которая должна быть сюда сформирована. То есть, какие организации, кто является получателем отчетности. Ну, естественно, чаще всего получателем отчетности будут являться либо банк, либо налоговая инспекция. И, собственно говоря, вот мы с вами уже про основные функции этой финночетности это и поговорили. А снова вернемся к нашим слайдам. И вот, что мне хотелось вам показать. То есть, это слайд, где мы с вами только что были по поводу лизинга. То есть, это начало работы с лизингом, как вы видите, вот стартовая, так сказать, точка начала нашего маршрута. И дальше достаточно много и пояснений, и справочных материалов. Ну, то есть, работать с этими документами удобно. А еще в меню банк у нас с вами вот в меню банк у нас с вами есть раздел счетов фактур, потому что собственно, счета фактуры чаще всего возникают на авансы, собственно, получение аванса. это у нас банковские документы и естественно, если мы выполняем роль налогового агента, то в этом случае мы должны выставлять счета фактуры на авансы. Поэтому в этот раздел, то есть, в меню банк и касса у нас включен раздел работы со счетами фактурами. И как я уже сказала, то есть, собственно, денежные средства у нас, работа с денежными средствами, это работа с банком, то есть, платежные поручения, банковские выписки, работа с кассой, то есть, обычная касса, главная касса предприятия и онлайн-касса, если вы ведете такой деятельности. И счет фактуры вынесены сюда для удобства, может, вы и не работаете, например, может быть, у вас нет аванса, но тем не менее, если вдруг появляется, то счет фактуры вы можете сделать прямо из этого раздела. и настройки, которые касаются финансового блока, то есть, 1С кредит, 1С лизинка, 1С финотчетность. Вот эти вот настройки, которые здесь, я совершенно намеренно сейчас не, так сказать, не озвучивала. Почему? Потому что это тоже, собственно говоря, только переадресация в нужный раздел. То есть, если мы сейчас используем здесь функцию банка-касса, то мы попадем в раздел администрирования и к первоначальным настройкам. То есть, это возможность, не утруждая себя по шаговым переходам, перейти сразу в первоначальные настройки, и если вдруг вы вспомнили, что вы не проставили какую-то галочку, то, соответственно, это возможность быстро попасть в этот раздел, не более того. И точно так же в раздел расчеты, то есть, вот мы попадаем опять в то же стартовое меню, и если мы не поставили, например, зачет авансов или какие-то другие чекбоксы, то есть возможность это исправить. И дополнительно, как вы видите, вот синий текст, синее выделение, это у нас гиперссылки, по которым мы можем провалиться в нужный нам раздел. Снова возвращаемся к разделу банк. И что еще хотелось сказать, то есть при работе, например, с банковскими выписками, у нас есть такая возможность, то есть, как вы видите, вот весь наш журнал документов, журнал банковских выписок, сейчас у меня не установлены данные по периоду, то есть за какой период я хочу это видеть. Для того, чтобы установить такой период, у нас достаточно перейти вот таким образом, через кнопочку «Еще» у нас просто сюда убраны, ну, так сказать, лишние пиктограммы, чтобы мы имели возможность видеть в верхней линейке пиктограмм наиболее употребляемые, наиболее часто употребляемые функции. А такие функции, вот, например, как установка периода, пометка на удаление, у нас вынесены вот в этот раздел, запускаются через кнопку «Еще», то есть, соответственно, я через эту кнопку могу установить период, могу вот так вот сделать, если мне совсем лениво, а могу вот так вот, по вот этому календарю, то есть, соответственно, установить нужно не... Ну, вот, например, я установлю сентябрь и установлю сентябрь. Вот так. То в этом случае будет то же самое, как если бы я вот такое действие сделала. И если меня интересует более подробная информация, то я могу по гиперссылке сюда провалиться. Сейчас я с этим буду делать, я выберу август. Видите, в августе у меня ничего не было. Вот здесь отражается эта настройка, я ее просто закрыла и отменила фильтрацию по этому параметру. Есть еще одна тонкость, то есть, вот это вот серое поле, где у нас заголовки, граф, тоже так же может быть отсортировано. Отсортировано вот таким же образом. То есть, вы видите, я могу выделить какую-то конкретную строку и какого-то конкретного контрагента. и через нажатие на поле установить отбор по этому контрагенту. Могу просто без выделения вот эту фильтрацию использовать. В таком случае у меня будет фильтрация по алфавиту. Точно так же работает у меня возможность фильтрования и в других графах. То есть, можно по виду операции, по дате операции, по, соответственно, поступлению с писанием по сумме и можно по банковским счетам. Так, снова возвращаемся. Это мы с вами закроем и возвращаемся банки и касса. Значит, здесь что еще хотелось вам сказать. То есть, у нас есть две вот такие, точнее, три вот такие пиктограммы, которые обычно вызывают тоже, особенно на первых порах, вопросы. Это быстрый переход в меню настроек, то есть функциональность программы. Вот эта пиктограммка, это запускает меню главное. Здесь, собственно говоря, у нас есть возможность быстро проверить, например, создать свою организацию, вынести какие-то сведения про нее, ну, соответственно, задать учетную политику. То есть, в принципе, эти же самые функции нам доступны через меню администрирования. И вот такой вот рапорт руководителю. То есть, здесь у нас собраны все наиболее часто запрашиваемые, во всяком случае, руководителями отчеты, которые собраны, скажем так, в концентрированном виде. И раздел денежные средства, вот вы видите, тоже, собственно говоря, по наиболее ключевым моментам отсортированные отчеты, которые создаются на основании документов из раздела банк-касса. Ну и, соответственно, сам раздел, это уже рабочее место, которое, в общем-то, может быть поделено на два или на три. То есть, работа, например, только с банком, работа только с кассой или работа с онлайн-техникой и эквайринговыми аппаратами. К сожалению, на этом наше время с вами уже подходит к концу. Я хочу только немножко быстренько рассказать еще про некоторые отчеты по слову. То есть, у нас все отчеты в основном собраны вот в этом разделе. И, как вы видите, стандартные бухгалтерские отчеты, то есть, те же, например, оборотки, шахматки. Ну, то есть, вот у нас есть раздел стандартные отчеты. И есть раздел анализ учета. А вот на этот раздел я хотела бы обратить ваше внимание, поскольку здесь есть несколько очень необычных проверок. То есть, экспресс-проверка отчета, это у нас проверка таких данных, которые, в принципе, в бухгалтерский учет не входят или входят частично. То есть, мы задаем период, то есть, это экспресс-проверка ведения учета. Мы задаем с вами период, ну, вот я задам период, например, с января, пусть у меня будет. С января, если выбираю организацию, то это будет по ней, если не выбираю, то будет по всем юрлицам. И можно было бы нажать проверку, но нужно сначала посмотреть настройки, а чего же мне будет анализироваться. А вот сейчас, если бы я нажала, то мне бы ничего не анализировалось, поскольку я не проставила, что конкретно я хочу проверить. Итак, у нас будет положение учетной политики анализироваться, которое, в принципе, в других отчетах не звучит нигде, поскольку сама по себе учетная политика устанавливает только правила, конкретных проводок естественно не делает. Анализ состояния бухгалтерского учета, операции по кассе и ведение книги покупок, книги продаж. Вот теперь мы нажимаем кнопочку выполнить и у нас получится отчет, в котором есть данные, которые нигде в других местах не анализируются. То есть, например, нумерация документов. Ну, вот видите, положение по учетной политике, я была молодец, я нигде не накосячила. Состояние бухгалтерского, анализ состояния бухгалтерского учета. Я тоже была молодец и все у меня было правильно. А вот ошибки у меня оказались совсем по-другому, то есть, больше как бы как у делопроизводителя. Ну, во-первых, я не задала соблюдение лимитов остатков. То есть, как вы знаете, лимит остатка денег у нас сейчас может устанавливаться, а может и не устанавливаться. То есть, как раньше, делать расчеты, определять лимит, который может быть в кассе, мы не обязаны. Как посмотреть, где накосячила? Значит, вот я открываю сам пункт, где зафиксирована ошибка. И вот по переходу на более низший уровень иерархии я могу посмотреть конкретные документы и что здесь было неправильно сделано, ну и, соответственно, это исправить. И ведение книгопокупок по НДС. А вот это уже серьезно. То есть, что же я здесь наделала? А здесь у меня, видите, вот ошибки обнаружено формирование записи книг покупок. Ну, то есть, я могу посмотреть, что я накосячила и, естественно, если ведение книгопокопок и книгопродаж у меня выявится при первом же создании декларации, то есть, составлении отчетности по НДСу, то вот, например, несоблюдение лимита или превышение лимита, если я его установила, но не удержалась в его рамках. И самое основное, это неправильная нумерация приходных расподных кассовых документов, то есть, например, наличие разрывов, наличие дублей и так далее. Такие параметры не анализирует ни один другой отчет, который есть не только в бухгалтерии, есть и в других конфигурациях, но тоже не анализируется. И еще один момент, который мне хотелось бы показать, это то же самое, это у нас анализ учета по налогу на прибыль. У нас есть не только по налогу на прибыль, у нас есть, например, и по упрощенке такие же анализы, но анализ учета по налогу на прибыль, он более наглядный. То есть, это выглядит вот таким образом, и, соответственно, когда я задаю нужный мне период и выбираю нужное мне юрлицо, то у меня формируется вот такой вот такая схема, и, соответственно, я могу просмотреть и проанализировать с точки зрения правильности бухучета сведения, которые войдут в декларацию, то есть, те данные, которые будут использованы при формировании декларации. Так, мы с вами возвращаемся снова к нашим слайдам и показать я еще хотела один момент, то есть, у нас в конфигурации, если мы с вами входим в режим 1С отчетность, есть вот такие гиперссылки, по которым мы можем провалиться и посмотреть уже как бы сформированные комплекты для каких-то конкретных нужд. и так у нас получается, что раздел 1С финотчетности, это собственно для составления комплекта отчетных документов, которые обычно запрашивают какие-либо фискальные организации, либо банки, то есть, либо для налоговых инспекций, либо для банков, либо, возможно, если вы получали какие-то гранты, то для органов локальных локальной власти, то есть, для любых случаев. И мы с вами посмотрели точно так же у нас документы по лизингу формируют комплект документов уже с учетом нового 25 ФСБУ. А теперь мы с вами возвращаемся в начало нашей встречи на титульный наш листик и я хотела бы еще раз напомнить вам наши контакты, то есть, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и пригласить к сотрудничеству. Мы будем рады оказать вам любую помощь при работе с семейством программным 1С. Поэтому и продажа, и настройка, и внедрение, и разработка каких-то абсолютно индивидуальных только для вас функций, отчетов, всего, чего захотите. Так что милости просим, будем рады. Сейчас компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное нам время, за внимание к нашим встречам и мероприятиям. Будем рады дальнейшему сотрудничеству и приглашаем вас. На этом разрешите попрощаться. благодарим за внимание и за время, которое вы нам уделили. Всего хорошего. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова